Первыми тревогу забили водители такси. Некоторые, поддавшись слухам, уже намерены не выходить на работу в дни проведения форума. Ну, наверное, работать будет неинтересно. Уже ходят слухи, что в городе очень много будет милиции. И, наверное, нас начнут проверки, пробки. Поэтому, как большинство таксистов, я думаю, что днем никто не будет работать. Не знаю, как по поводу ночи. Надо посмотреть, как будет движение. Если затруднено, так, наверное, вряд ли. Потому что какой смысл работать, если будешь в пробках стоять? Тем более, такие тарифы маленькие в городе. Никакой заинтересованности не будет у людей работать. В ГИБДД утверждают, что приказов об ограничении движения транспорта по каким-либо городским улицам не поступало. На время форума мобилизован весь личный состав автоинспекции, чтобы сделать передвижение кортежей максимально быстрым и безопасным. Необходимо быть внимательнее, обеспечивать безопасность движения, прохождение колонн и создавать помех в движении колонн. Это относится и как к водителям транспортных средств, и так к пешеходам. И по возможности просим воздержаться от поездок, если это возможно, с 28 по 30 число в период проведения форума. Воздержаться от поездок по городу стоит и владельцам грузовых машин. Для доставки грузов госавтоинспекция рекомендует использовать в ночное время, либо пересесть на малотоннажный транспорт. Что касается передвижения автобусов, их маршруты пока оставляют практически неизменными. На данный момент у нас закрыта только одна остановка. Это на набережной Северной Двины в районе главного здания САФУ. Данная остановка не будет функционировать с 27 по 30 марта. При этом в транспортном управлении города предупреждают, что некоторые автобусные маршруты все-таки могут поменяться. Связано это с тем, что за безопасностью на форуме следят федеральные силовые структуры. И организация дорожного движения по городу во многом будет зависеть от их решений. Ирина Ившина, Дмитрий Ушков, Александр Кузнецов, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok